Здравствуйте. Здравствуйте. Удаётся вам сегодня пообщаться? Да, три раза удалось. А какие темы? А я сейчас, честно, не припомню. Один изображал, что он из Америки, другой изображал, что он из Екатеринбурга, но третий не помню, но я их раскусил. Тот, который из Америки, на самом деле, откуда был? Я думаю, что в Бравари или там под Киевом. А вы откуда, если не секрет? Нет, конечно, не секрет. Я из города Донецка и не скрываю это. Есть у меня к вам вопрос. Давайте. Вот вы, наверное, помните, в 1991 году, даже раньше, начался военный конфликт на территории тогда еще РСФСР, а потом России. Это российско-чеченский конфликт. Ну, скажем так. Неправильно, конечно, так называется. На территории Чечни конфликт был. И вот сейчас у вас тоже на Юго-Востоке происходит конфликт. Вы можете найти различия и сходства? Конечно, конечно, абсолютно. Во-первых, на территории Чечни был признан международным терроризмом. Банформирование. У нас в Киеве это не признано никем, как и кричат, что террористы. Это первое официальное международное отличие. Вот. Ну, по-моему, этого одного вполне достаточно. Ну, а сходство? Больше, по-моему, сходство. Опять же, противоположная сторона действует по принципу, как говорил, как он, не Цезарь. Цицерон. Лучшее средство защиты это нападение. Обвиняй врага первым в том, что делаешь сам. И если тебя поймали за руку, утверждай, что рука не твоя. Вот. В принципе, Киев исполняет это очень. Ну, а второе проглядывается. Ну, чисто советская система. Вот. В 19-й год, скорее всего, 20-й. Лозунги, лозунги, а улучшения толку никакого. Ну, то есть, а вот если к сходствам отнести, что и там, и там, федеральные, ну, а в случае Украины, унитарные, наверное, правильно бы сказать. Если республиканские войска атакуют часть своей территории, это же можно как сходство? Нет. Нет. Это... Нет, сходства тут нет. Дело в том, что... Произошли выборы чеченской, насколько... Ну, это по-моему... Выборы президента там были, да. Да, выборы президента, и все. Если бы они сделали на Донбассе выборы президента... Ну, у вас же... Донбасса, как говорили. Были, насколько я помню, и референдум у вас там, ну, по крайней мере, говорят, что был, да. Но это без ихнего участия. Ну, это понятно. Так и на территории Чечни тоже без участия российских властей были проведены вот эти вот выборы президента и парламента тоже без этого всего. Там референдума не было, но зато там выбрали президента себе. У вас же тоже глав регионов выбирали? Было же согласие с федеральной властей. Как раз не было. Федеральные власти объявили эти выборы незаконными и нелегитимными, и не признали их. В нашем случае. И в вашем тоже, кстати. У меня как-то другие сведения... Я просто только что читал, я освежаю просто в памяти, прежде чем задать сложный вопрос, я на всякий случай освежаю в памяти. С датами, конечно, напряженка, но вот я, знаете, освежал память по ресурсу, который трудно заподозрить в лояльности к властям. Ну, информацию, подавай ему имя, в лояльности к властям, да, по радио Свободе, да, американскому ресурсу. Поэтому там удобно. И даже там пишут, что центральные власти, федеральные, не признали ни выборы президента, ни выборы парламента, и все это назвали профанацией. И у вас примерно, я так понимаю, было то же самое, да? То есть, вне зависимости от того, как у вас проходили выборы и голосования, да, все равно это все было признанно фикцией с той стороны. Подождите. Официально, я так вот думаю, официальный президент сейчас Чечни Ромзан Ахматович. Да. Это же республика, который не президент. Он не президент, он глава. Глава, да. Ну, вот он. Ну, Ахмат Ромзан Ахматович был избран. Он же был первым президентом Чечни, или я что-то путаю? Джохар Дудаев был первым. Независимым. А потом, когда уже после голосования, да, отец нынешнего. Но это уже было после референдума. Ну, после референдума был и... Ну, референдум был другой, не об отсоединении, а о сохранении единства. Вот в чем я делаю. Я почему... Видите, вопрос сложный, он действительно многогранный. Знаете, я вот заметил, я вот не первый, кому я задаю вопрос. Знаете, как говорится, ответ зависит от точки сидения. Вы видите сходства, видите различия, и вы примеряете на себя рубашку Чечни. Ну, не хочу сказать, что примеряю сразу. Ну, вы с той же стороны, скажем так, смотрите, да? То есть вы такие же сепаратисты для центра. Ну, вы видите для них. Те, кто сидит на другой стороне от вас, они меряют другим образом. Они говорят, чеченцы боролись за свою независимость, как и Украина борется за свою независимость сейчас. И донести информацию, ну, как бы идею о том, что нельзя так делать. Ну, надо либо одну сторону принять, либо другую. И с одной точки зрения смотреть на два события, а не по разной стороны стоять одновременно. Да, ну, просто я помню тоже недавно делал экскурс, и помню хорошие слова, что наступает момент, когда один народ не может поддерживать связи с другим народом. Не исходя из того, что все люди созданы Богом, и все созданы равными, и все имеют право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Почему-то вот Киев не хочет признавать этих. Может, у вас разное понимание свободы, счастья, равенства и прочих вещей? Возможно, возможно. Вот, скорее всего, наверное, так. Ну, дело в том, что они, я слышал, как Зеленский сказал товарищу, который еще был до этого президентом, до Байдена, как он его фамилил. Трамп. Трамп, да. Вы наш великий учитель, мы вам во всем подражаем. Это было. Ну, я вам процитировал независимость Соединенных Штатов Америки. Почему, значит, для американцев это нормально, а вот для нас это ненормально. Это карго-культ. Есть такое понятие, я надеюсь, вы знакомы с ним? Нет, нет, я даже слова такого не знаю. То, что я не знаю, я не буду утверждать. Ну, карго-культ, это, знаете, там идея какая. Были американские или английские, неважно, летчики, которые летали в разные страны к условным папуасам, да, и там обустраивали себя аэродромом. Вырубали лес, делали площадку, да, строили вышки и так далее. И привозили для своих войск, там, ну, или каких-то там экспедиции, привозили припасы на самолеты. А потом, когда необходимость в этом отпала, они перестали это делать. Но местные жители, видя, как это делают белые люди, да, а их угощали местных, естественно, и так далее, они начали тоже лепить самолеты из говна и палок. И вот это все вместе назвали карго-культом, да? Ага, ну, я эту передачу смотрел, просто не помню, видимо, слово это. Ну, суть в том, что у нас есть карго-культ, что где-то там за бугром есть демократия. И все остальное, и права человека, и выборы. А у нас всего этого нет. И когда у нас все это, нам наши говорят, что у нас все это есть, многим не хочется в это верить, потому что мы привыкли. Потому что у нас карго-культ, нам в уши с детства заливали, что там светоч демократии, а мы здесь немытая Россия, голубые мундиры, понимаете, и вечно... Вы абсолютно правы. Было вот, я даже в советские времена, я тоже вот гонялись тогда за всем импортным, все вот это луч, там вообще золотая жизнь, туда попал. Ну, я 9 лет проработал в Испании. Ну, хорошо, все замечательно. Ну, я не думаю, что русские там... Просто по той причине, что каждый день похож на другой, каждый месяц на другой, ничего нигде не происходит. Ты пошел, отработал, получил. Нет, по мне это невозможно. Ну, у нас другой менталитет, нам хочется движухи. Нам хочется, понимаете, огурец, огурец дома посадить на дачу, понимаете, и так далее. Для нас это все существенно, для них... Да, они даже лампочку поменять сами не меняют, вызывают там у них страховки эти... Ну, каждый должен заниматься своим делом, понимаете. Это ВВП, это вот... Это все важно. Иначе пенсионерам нечем будет заниматься на досуге. Ладно, расскажите мне, как у вас там в целом-то? Сейчас, вроде я сейчас новости почитал, что-то там многократно обстрелы увеличились? Или у вас не слышно? Не многократно, но увеличилось. Сегодня слышал два раза, где-то далеко, я даже не могу определить. Говорили, ну, как женщины наши, под горловкой и под золотым сильно, сильно. Ну, не знаю. У нас же, знаете, я работаю на молокозаводе сутки через двое. И вот это женщины приходят, и как начнут, вот их послушать, знаете, вот приходят, значит, 4 часа мощная, мощный авиационный налет. 4.30 артиллерия. В 5 часов идут танки. Говорят, ну, что там, в штабе сидели? Или что, на графике? Что тут рассказывать? О, моей кумы, брат, он там... Ну, понятно. Это дело такое, да, согласен. Вот это вот тут так вот, сказать. Ну что, хорошо, спасибо за беседу. Если нет больше вопросов... А у вас есть? Нет, просто приятно поговорили. И мне тоже. С праздником вас, здоровья, всего наилучшего. Давайте, до свидания. У вас парад же будет? Пойдете? Нет, я же буду 9-го работать. Ах. Ну, я посмотрел, 5-го мая я посмотрел репетицию. Случайно попал, но доволен. А я 9-го сейчас ее на секунду. Я 9-го как в полседьмого заступлю. И только в полседьмого, десятого. Понял. А прививку сделали уже? Нет, еще не сделал, но... Давайте. Хороших людей должно быть много. Хорошо. Спасибо. До свидания. Здоровья вам. До свидания. Счастливо. Ну, вот, как я и предполагал, точка сидения определяет точку смотрения. Спасибо всем, кто посмотрел. И пока.